Как вы думаете, что я сейчас сделаю? Что это такое? Скажете вы, Оля, ты что сошла с ума? Я вам демонстрирую видео зонт. Девочки, это прибор, которым я пользуюсь с самого начала своей деятельности, то есть получается это восьмой год. Для чего этот видео зонт нужен? Этот видео зонт позволяет посмотреть женщину внутри, то есть обследовать ее влагалище визуально. Это будет цветная картинка, вот посмотрите как это происходит. Вот эта чаша заводится во влагалище, посмотрите на экран, вот так внутри все будет очень хорошо видно, можно будет посмотреть весь вагинальный канальчик, вот он, вот примерно вот так это будет все выглядеть на экране. Что это дает и для чего это нужно? Если вы где-то услышите, а сейчас такое часто говорят, что видео зонд позволяет проверить состояние мышц тазового дна, это не правда, это чушь полная. Видео зондом можно посмотреть состояние слизистой и рельефность вагинальных стенок, не более того. Ну еще посмотреть состояние шейки матки, но это уже нам как инструкторам интимного фитнеса ни к чему и не нужно, потому что наша задача это как раз мышцы, рельефность. Так вот, для чего использую его я? Он необходим, не то что необходим, а очень полезен для мотивации учениц, как тестирование. То есть когда только ученица пришла ко мне на обучение, она по желанию, это не обязательно, то есть это по желанию все делается, она записывается на это тестирование, ее проверяет моя помощница Евгения, записывают на флешечку состояние ее, вот когда она только начала заниматься, как у нее сейчас обстоят дела внутри, она увидит свою слизистую, увидит, что там со стенками вагинальными, посмотрит на шейку и все это запишется на видео, на флешечку. И потом по мере тренировок интимных мышц она может записаться еще раз на этот тест, к примеру, через пару месяцев и сделать опять это тестирование, посмотреть, что там изменилось внутри. Но лучше всего, когда это тестирование делается в начале и в конце блоков, то есть вот она первый блок начала осваивать, сделала такой тест и в конце первого блока сделала еще раз такой тест, тогда очень хорошо видна визуальная разница, что там происходит с вагинальными стенками. И сразу, чтобы вы не пугались, что у нас тут происходит какие-то, не знаю, непотребства, разврат, я расскажу, как это все происходит. На самом деле все это очень деликатно. Девочка приходит на тестирование, одевает юбочку и вот на этот тренажер, она обрабатывает руки, обрабатывает тренажер, все это делает самостоятельно, на салфеточке гигиеничной, чистенькой такой, обрабатывает все-все-все и сверху на этот вот видео зонт, надевает презерватив. После того, как она одела презерватив, она заводит сама себе, сама себе своими руками эту камеру и смотрит, что там у нее внутри. Смотрит, куда вот она хочет, туда она его и направляет, смотрит, смотрит, изучает. Если есть какие-то вопросы, моя помощница ей подсказывает, да, что нужно делать и помощница находится достаточно в комфортном расстоянии, что девочка ничего не смущает, ее ничего не смущает в этот момент. Когда она закончила, она достает этот видео зонт, снимает презерватив и еще раз все это обрабатывает. И остается, сохраняется запись, которую она забирает с собой. Женя помогает помощница моя эту запись на флешечку перебросить и отдают ей флешку. И потом, по ее желанию, она приходит, девочка опять, на такое тестирование. То есть, вы понимаете, да, для чего эти видео зонты? Только для того, чтобы отслеживать изменения. Ни для чего больше. То есть, никакое состояние интимных мышц вы не проверите этим. Для интимных мышц есть другие тесты, которые созданы конкретно для того, чтобы понять состояние интимных мышц, силу сжатия этих мышц, но не вот эта штучка. Поэтому, кто говорит о том, что ей можно проверить состояние интимных мышц, это неправда. Это вранье. Значит, девочка просто ни черта не понимает вообще, чем она занимается, что она делает. Вот так вот. Кстати, кто хочет, чуть не забыла, предложите. Если, допустим, вы у меня даже не обучаетесь, вы в любом случае, если есть желание, можете записаться на такое тестирование, прибежать и посмотреть себя внутри. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...